Если вы выросли в этой большой и прекрасной стране, то наверняка ответите без ошибок на все вопросы. Ставьте лайки, если рубрика вам по душе и вы хотели бы увидеть ее продолжение. Напишите нам в комментариях, сколько верных ответов вам удалось дать. Какой мультфильм Уолт Дисней подарил Советскому Союзу в честь победы во Второй мировой войне? В 1948 году Уолт Дисней подарил СССР, как союзнику по Второй мировой войне, копию мультфильма Бэмби. Он стал первым американским мультфильмом, который демонстрировался в соответствии с прокатным удостоверением. До этого советские зрители уже видели диснеевские мультики. Например, пляска скелетов очень нравилась Сталину. А что в советские времена называли тихая охота? Тихая охота – это сбор грибов. С охотой этот процесс сравнивают не случайно, ведь нужно знать, где и какие грибы растут, чтобы их найти. К тому же, нужно уметь отличить съедобный гриб от ядовитого. А теперь вопрос от подписчика нашего канала. Как звали жену таможенника Павла Верещагина из кинофильма «Белое солнце пустыни»? Мне все едино, что белое, что красное, что Абдула, что ты. Ты какие клятвы давал. Сдурел на старости лет. Анастасия. Мало тебя, Каянный, что ты молодость мою погубил, а сейчас и вовсе вновь сделать хочешь? Хоть бы хлеба достал им. Господи, да где же его теперь найдешь-то? Съешь. Ведь опять не закусывал. А какая особенность была у этого детского советского пистолета? Это детский пистолет автомата «Огонек». При нажатии на курок он издавал соответствующий звук выстрела, а световой эффект обеспечивала вспышка электролампочки. Такая игрушка стоила 2 рубля 20 копеек. Также были автоматы «Огонек» по 3 рубля 50 копеек. А что из этого не является названием швейной машинки? Подольск. Легендарная и самая популярная швейная машинка, которая изготавливалась на основе «Сингер». Чайка. Еще одна популярная швейная машинка, созданная в 60-х и названная в честь Валентины Терешковой, летала в космос под позывным «Чайка». Машинки Тула, созданные по немецкой технологии из немецких комплектующих, также демонстрировали простоту и надежность. А Харьков – это самая популярная и массовая советская электробритва. А что разработала советский бактериолог Магдалина Покровская? Магдалина Покровская изобрела живую вакцину от чумы, раньше ее производили из мертвых бактерий, что было менее эффективно. 8 марта 1934 года Покровская решила провести эксперимент уже на себе. Она ввела в кровь 500 миллионов живых чумных бацилл только ради того, чтобы узнать, можно ли использовать инъекцию людям. Но поскольку на тот момент Покровская болела гриппом, в случае смерти было бы трудно определить, от чего именно она умерла, от вакцины или гриппа. Поэтому она вколола вакцину еще и своему здоровому коллеге. Оба выжили, вакцина прошла испытания. А сколько в СССР в 60-х-80-х годах стоило шоколадное масло за килограмм? Для советских детей было настоящим праздником, когда родители покупали шоколадное масло. В СССР оно было полностью натуральным, без искусственных красителей и ароматизаторов. Килограмм такого лакомства стоил 3 рубля 50 копеек. Некоторые хозяйки готовили его дома самостоятельно, добавляли в обычное сливочное масло, какао и сахар. А сколько детей было у Новосельцева? Один из главных героев замечательного служебного романа, статист Анатолий Ефремович Новосельцев. Он 40-летний холостяк, от которого сбежала жена. Но Анатолий Ефремович отспорил у нее детей и таким образом остался с двумя мальчиками. Как он сам неоднократно говорит по ходу сюжета, у него мальчик и тоже мальчик. Но после служебного романа с Калугиной, через 9 месяцев у Новосельцевых было уже 3 мальчика. А что это за изобретение советских времен? Это бытовой ионизатор воды ЛК-31. Благодаря контактам из чистого серебра прибор обеззараживал воду и насыщал ее полезными элементами. Бытовой ионизатор был сконструирован по такому же принципу, что и промышленный, применявшийся при изготовлении напитков и соков. А какая награда полагалась советской женщине, которая родила семерых детей? Родив и воспитав семерых детей, женщина награждалась орденом материнская слава третьей степени. Орденами второй и первой степеней награждались женщины, родившие, соответственно, 8 и 9 детей. Эта награда занимала промежуточное место между орденом Орден Мать Героиня, за 10 детей, и медалью материнства, за 5 и 6 детей. А как называлась советская игрушечная машинка, умеющая обходить препятствия? Мечта многих советских мальчишек – самоуправляемая электромеханическая машинка-умка. Ее главная особенность заключалась в том, что она умела обходить препятствия. Натыкаясь на мебель, машинка меняла направление и ехала дальше. А еще она никогда не падала со стола, ловко поворачивала в сторону, достигая края. Причем внутри не было никакой сложной электроники, сплошная механика. Такая чудо-игрушка стоила 12 рублей 50 копеек. А почему городские автобусы СССР красили преимущественно в желтый цвет? Городские автобусы в СССР были преимущественно ярко-желтого цвета или цвета охра. Такой цвет был выбран потому, что его хорошо заметно в любое время суток и даже при неблагоприятных погодных условиях. Таким образом, пассажиры издалека могли увидеть приближающийся автобус. А в каком женском журнале можно было найти таких бумажных куколок? А в каком из этих фильмов не снимался Игорь Скляр? В фильме «Берегите женщин» Игорь Скляр исполнил роль Костика, возлюбленного Вали. В картине «Баталёны просят огня» сыграл Жору Витьковского. В фильме «Узник замка» Ив исполнил роль Бенедета. В картине «Труфальдина из Бергама» задействован не был. А сколько людей проголосовали за сохранение СССР на референдуме в 1991 году? 17 марта 1991 года прошел всесоюзный референдум, в ходе которого граждане Союза выразили свое мнение по поводу необходимости сохранения страны. В референдуме приняли участие 148 миллионов человек с правом голоса, из которых 113 миллионов, а это 76%, высказались за сохранение СССР. Но вопрос в бюллетене имел двойной смысл, и трактовать ответ можно было по-разному, что и повлияло на распад страны. «А кто первым исполнил песню «А у нас во дворе»?» В 60-е годы на пике популярности были песни композитора Аркадия Островского и поэта Льва Ашанина. В 1962 году была написана композиция «А у нас во дворе», которую поручили исполнить молодому начинающему певцу Иосифу Кобзону. Песня впервые прозвучала в радиопередаче с «Добрым утром» и моментально стала шлягером. А сколько женщин было удостоено звания Героя Советского Союза? Звание Героя Советского Союза было учреждено 16 апреля 1934 года. Оно присуждалось за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также и в мирное время. За время существования СССР этого звания удостоилось 95 женщин. Космонавт Светлана Савицкая стала Героем Советского Союза дважды. На каком полуострове СССР был расположен мыс Челюскин? Мыс Челюскин – северная оконечность одноименного полуострова, расположенного на севере полуострова Таймыр. Это самая северная материковая точка Евразии, Азии и РСФСР, а также самая северная точка континентальной суши. В 1932 году экспедиции Арктического института под руководством Рудольфа Самойловича на ледоколе Семен Дежнев на мысе Челюскин сооружена полярная станция. Вторую зимовку возглавил Папанин, расширив станцию до обсерватории. Советские ученые установили смертельную дозу кофе для человека. Сколько это в 50-миллилитровых чашках? Ощутимые и негативные эффекты кофеина наступают, начиная с 10-й доли смертельной дозы. Смертельной дозой считаются около 10-ти граммов кофеина, а чашка крепкого кофе содержит в зависимости от крепости около 80-ти миллиграммов. Поэтому взрослый и здоровый мужчина может достигнуть смертельной дозы, выпив от 10-ти до 31-го литра кофе, то есть около 100 чашек в день. А вот советский ячменный напиток, который считался быстрорастворимым кофезаменителем, был абсолютно безвреден и рекомендовался даже детям. А теперь бонусный вопрос без ответа. На рисунке изображены черноморские дельфины. Некоторые из них сразу бросаются в глаза, других надо поискать. Посчитайте всех дельфинов на рисунке. Как подсказка, дельфинов больше 15-ти. Да, попались нам дельфины молчаные. Напишите свой вариант ответа количества дельфинов в комментариях. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест. Если вам понравилось, ждем от вас лайки и комментарии с впечатлениями о пройденных вопросах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!